всем привет сегодня покажу как устанавливается программа dpf egr lambda remover скачать ее можно у нас на форуме но очень много вопросов конечно было как ее установить поэтому думаю обязательно надо видео записать ну тут все очень просто есть инструкция то есть отключаем антивирус обязательно устанавливаем программу второй пункт погнали установим но тут как обычно то есть нажимаем все время вперед 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 все закрываем дальше что у нас написано инструкции запустите любую программу с рабочего стола так вот они значит у нас иконки появились lambda remover dpf remover и еще одно должно быть куда она делась вот egr remover вот ну допустим запускаем dpf remover программа выдает ошибку что с этой ошибкой делать в инструкции написано нажмите control c и скопируйте этот айди соответственно дальше вставьте в текстовый файл тут понятно то есть просто на клавиатуре нажимаем control c ну и в этом же текстовом документе можно вставить control v то есть вот этот код который нам нужен его копируем control c опять же ну то есть отделяем его вот этого ну то есть отделяем его вот этого от всего сообщения то есть для активатора нам нужен только вот этот вот код так соответственно переходим в папочку запускаем keygen вставляем здесь control v этот наш айди нажимаем generate значит выдаст нам файл коды .key сохраняем его на рабочий стол так дальше у нас по инструкции а дальше ничего нет по инструкции но насколько я помню его надо скопировать в папку с программой то есть берем этот код окей копируем и заходим в папку с программой здесь по всем из программ нажимаем расположение файла так и попробуем сюда закинуть это был у нас игр ремовер запустится или нет сейчас посмотрим запустился все отлично dpf ремовер запустится или нет нет dpf ремовер не запускается значит расположение файла находим код окей сюда вставили закрываем проверяем так ну этот компьютер у меня рабочий поэтому думает немножко дольше чем домашний ну все dpf ремовер запустился то же самое делаем с лямбда ремовером расположение файла вставляем сюда кода окей закрываем и пробуем запустить все все работает кроме того при работе с данной программой мы знаем что она не считает контрольную сумму то есть после того как вы внесли изменения в прошивку вам будет ну выдано такое сообщение что посчитайте контрольную сумму для этого мы используем венолс вот венолс я тоже скачал вот сейчас подумаю в этот ролик это закинуть или в другой сейчас паузу поставлю но все таки я решил показать как все таки пользоваться венолсом в плане подсчета контрольки для этого ну сейчас попробуем просто одну прошивку сделать то есть запускаем лямбда ремовер допустим нам надо отключить датчик кислорода естественно мы говорим о втором датчике кислорода так ну я взял прошивку ну гад просто вот имеем 510 блок со складочки то есть ну вот допустим возьмем оригинальный файл стоковый и отключим в нем лямбда зонт ну допустим клиенту не надо тюн да мод просто отключить лямбда зонт открываем то есть программа говорит что карты найдены ОК и сохраняем под этим же именем файла только подписываем в конце Е2 вот сохраняем и программа предупреждает что не забудьте посчитать контрольную сумму вообще загрузчик сам это делает в большинстве случаев у КЕС или КТАК допустим но бывают случаи что он этого не делает соответственно как раз по этим блокам ME71 и 75 и так далее такие случаи бывали что прошивку заливаете машина один раз заводится едет значит выключается зажигание второй раз машина не заводится почему то вот это как раз тот случай когда не посчитана контрольная сумма так что будьте внимательны с этими блоками и не пугайтесь когда вот такая ситуация происходит что хозяин машины уже уехал припарковался завести не может это вот тот случай когда контрольную считать ну ладно это уже давно все было написано на форумах так запускаем запускаем венолс у меня тут уже эта прошивка была открыта закрываю так открываем папочку с прошивкой вот она у нас wari e2 и вот таким движением мышки ее сюда закидываем так здесь игнорировать похожие проекты и он сразу же то есть венолс он сразу же считает контрольку прям сразу ну вы можете просто отказаться либо согласиться то есть вот нажимаем ok контрольная сумма будет исправлена даже при том что это возможно файл оригинальных данных да ok нажимаем тут он нам предлагает сохранить этот проект ну мы просто нажимаем ok ведь он даже сам ну как бы определяет что это Skoda Octavia блок управления Bosch такие то номера то есть ok вот какая то непонятная надпись выскакивает поэтому я лично ну не люблю я программы на русском языке ну так как на форуме выложили ладно установил наверное придется сносить потом теперь нужно прошивку эту сохранить для этого делаем экспорт имя любое там бинарный файл и просто нажимаем ok ну и на рабочий стол я сохраняю все то есть венол сможет закрывать все готово то есть элементарно запустили программу она сама посчитала контрольку сохранили файл закрыли все готово и вот он наш файл прошивки все можете пользоваться венолс также выложу на форуме в ресурсах ну и как эти как и эти программы тоже на форуме будем будут выложены все на этом все всем счастливо ну хотя нет все таки я решил показать как устанавливается венолс потому что ожидаю что будет куча вопросов потому что у нас люди которые работают в сервисе даже если очень хорошие специалисты в компьютерах могут быть скажем так ну не очень потому что компьютеры появились не так давно а моторы придумали очень давно ладно в общем так открываем венолс открываем инструкцию читаем установите венолс венолс тест версию в папку такую то то есть копируем этот адрес ctrl c нажимаем и запускаем установку здесь нажимаем next принять правило дальше и вводим соответственно вставляем вот этот адрес сюда нажимаем далее 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 так дальше что по инструкции у нас запустите и закройте программу нажимаем далее 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 готово вот он запустился этот венолс мы его закрываем просто так теперь запустите венолс 2.26 и нажимите далее установите программу в такую то папку опять же копируем ctrl c c принять сюда вставляем обязательно этот путь нажимаем кнопку извлечь здесь нажимаем заменить файлы для всех вот происходит распаковка дальше читаем инструкцию так заменить для всех удалить ненужные ярлыки короче и все то есть заходим все программы эвк так в принципе у меня уже все это настроено было то есть здесь будет тестовый венолс и остается только вот этот то есть я его перекидываю просто на рабочий стол в принципе вот и все да но он тут на английском языке то есть лично мне я считаю что удобнее да но если вам надо на русском то делаем следующее закрываем эту программку так сейчас куда я это все дел-то венолс вот есть папка рус вот этот вот ols dll копируем и закидываем в папку с программой расположение файла находим здесь венолс здесь венолс вот сюда вставляем копировать с заменой закрываем запускаем венолс и сейчас посмотрим на каком он языке да вот он сразу все на русском пожалуйста пожалуйста ну кстати кто-то говорил что у него не на русском в таком случае я думаю что надо полазить в настройках так где у нас настройки вот установки ну там будет settings написано наверное вот и тут наверное где-то язык должен быть программа нет что-то не нахожу ну нет все-таки должно сработать у вас это то есть когда вы dll-ку закидываете в правильную папку у вас программа открывается на русском языке ну теперь точно все то есть показал как установить лямбда dpf egar remover венолс как прошивку открыть исправить как посчитать контрольку ну теперь уж реально все то есть все пользуйтесь и на этом уже точно все все всем пока